Привет! Сегодня мы вам расскажем о фильме План Побега 2013 года. Всем приятного просмотра. План Побега – это американский фильм, главный король которого сыграл Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Фильм рассказывает историю Рэя Бреслина, эксперта по безопасности, который основывается на тестировании максимальной безопасности тюрьм путем побега. Рэй Бреслин, он же Сталлоне, работает в частной компании, которая занимается тестированием безопасности тюрьм. Его задача проникнуть в тюрьму под видом заключенного, а затем попытаться сбежать, чтобы выявить слабые места в системе безопасности. Бреслин – один из лучших специалистов в своем деле и знает все тонкости побега. Однажды Бреслин предлагает новое, крайне сложное задание – протестировать секретную и высокотехнологическую тюрьму, о которой практически ничего не известно. Несмотря на сомнения, он соглашается, так как ему предложили значительную сумму денег. Его отправляют в тюрьму под видом террориста. Оказавшись в тюрьме, Бреслин быстро понимает, что это необычное исправительное учреждение. Тюрьма называется «Гробница» и построена таким образом, чтобы ни один заключенный не смог сбежать. Она полностью автономна и даже ее местоположение неизвестно. Заключенный содержится в прозрачных камерах, расположенных в нескольких уровнях и охраняется суровыми и безжалостными надзирателями, во главе с директором тюрьмы Уорреном Хоббсом, он же Джеймс Кэвизл. Бреслин знакомится с другими заключенными – Эмилем Ратмайером, он же Арнольд Шварценеггер, который, как оказывается, играет важную роль в тюремной иерархии. Ратмайер сразу понимает, что Бреслин – необычный заключенный, и они начинают сотрудничать для планирования побега. Бреслин изучает структуру тюрьмы и систему безопасности, выявляя ее слабые места. Он также выясняет, что Хоббс имеет свою скрытую повестку и что люди, которые отправили его сюда, хотят, чтобы он навсегда остался. Понимая, что в одиночку он не сможет выбраться, Бреслин начинает полагаться на помощь Ратмайера и других заключенных. Ратмайер помогает Бреслину получить доступ к плану тюрьмы и раскрывает ключевую информацию о ее структуре. Оказывается, что тюрьма находится на огромном танкере посреди океана, что делает побег практически невозможным. Бреслин и Ратмайер вместе разрабатывают сложный план побега, включающий отвлечение охраны, взлом системы безопасности и использование слабых мест в конструкции тюрьмы. Им удается обмануть охрану и выбраться на верхние уровни, где они сталкиваются с Уорденом. После напряженной схватки с охраной и Хоббсом, Бреслину и Ратмайеру удается выбраться из тюрьмы. Они прыгают в океан, где их подбирает катер, который был заранее подготовлен как часть их плана. В последний момент Хоббс пытается их остановить, но Бреслин останавливает его на тонущей тюрьме. После успешного побега выясняется, что Ратмайер это на самом деле Манхем, человек, которого правительство США хотело захватить для получения информации. Бреслин также узнает, что его подставили коллеги из его собственной компании, но он сумел переиграть их. Фильм заканчивается тем, что Бреслин возвращается к нормальной жизни, а Ратмайер исчезает, оставив вопрос о его дальнейшей судьбе открытым. Таким образом, план побега представляет собой напряженный и захватывающий триллер с элементами загадки и экшена, который держит зрителя в напряжении до самого конца. Пишите ваше мнение о фильме в комментариях. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.